Привет, я журналист Алексей Мацука. Это мой блог на телеканале Дома о том, как дела у меня дома на Донбассе, где я много лет работал журналистом, а сейчас здесь в редакции мы внимательно следим за всем, что происходит как на Донбассе, так и в Крыму. Российский президент Владимир Путин опубликовал очередную статью, которая посвятил историческому единству русских и украинцев. В ней Путин утверждает, что Украина это тоже цитата детища советской эпохи, а в войне на Донбассе и аннексии Крыма виноват не он, а страны Запада. Российский президент отмечает роль Киева как матери городов русских, но потом, по его словам, роль собирателей земель перешла к московским правителям. Собиратель земель русских, именно так самого Путина называют некоторые из кремлевских чиновников, наиболее приближенные к нему. Разумеется, такой образ создан в первую очередь для украинцев и тех же белорусов. И таким его должны видеть простые жители нашей страны по задумке кремлевских политтехнологов. Долгое время Россия отправляла этот месседж в Украину всеми доступными способами, называя это русской культурой, а украинцев и россиян братским народом. И ведь действительно, в том же Донецке, откуда я родом, верили такому посланию, доверяли. Для многих прозрение наступило в 14-м, но это прозрение Путин трактует по-своему. Он, в принципе, представляет все исторические процессы на территории нашей страны не как борьбу украинцев за собственную государственность и независимость, а как попытки неких сил извне оторвать Украину от России. Вот этим он полностью нивелирует стремление наше к независимости и подчеркивает якобы разрушительную роль Запада со времен Австро-Венгрии. Неужели сам царь не зашел к простому народу и лично приступил к пропаганде в стиле российского телевидения? В его статье много слов о том, какая Россия благородная и как она всегда поддерживала неблагодарных украинцев. А государство Украины, как мы уже не раз слышали от Путина, и не было-то и вовсе. Ну, как не растрогаться и не пожать братскую руку после таких теплых слов в наш адрес. Особенно на восьмом году военного противостояния, оккупации Крыма, оккупации Донбасса и непрекращающихся обстрелов, перестрелов, гуманитарного кризиса, тысяч беженцев и внутренних переселенцев – все это по вине Российской Федерации. Говоря современным языком, подобные братские отношения между Украиной и Россией психологи назвали бы абьюзом. То есть уничижительными отношениями. Мало того, что брат постоянно тебя унижает, говорит, что ты без него и дня не проживешь, отбирает твои вещи, пытается настроить против тебя соседских детей и, конечно же, бьет. Вот такой родственничек во всех проблемах разделения три единого народа – украинцев, белорусов и россиян – Путин винит, конечно же, Запад, который, по его словам, еще до 2014 года втягивал Киев в опасную геополитическую игру. А цель этой игры, я цитирую, превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. В аннексии Крыма, опять-таки, по его словам, виноват не он, а коллективный Запад. Путин снова настаивает на прямых переговорах украинского официального законно избранного правительства с никем не признанными ЛДНР и называет это реальным шансом мирно, как он пишет, восстановить территориальную целостность Украины. Ну а вишенкой на этом торте имперских амбиций стало то, что статья Путина была включена в список обязательных тем для занятий с российскими военнослужащими по военно-политической подготовке. В публичном доступе нет такого указа министра обороны России, но издание РБК, ссылаясь на свои источники, утверждает, что так и есть. Российские военнослужащие должны подробно изучать исторические факты, изложенные в статье Владимира Путина. Да, изучение истории еще никому не навредило. Главное – пользоваться авторитетными, проверенными, качественными источниками, проверять их, обращаясь к разным авторам. А Путин не историк. Он президент, политик. Да, он человек, который влияет на ход истории России, может быть, бывшего Советского Союза отдельных стран. Но для того, чтобы добиться своих целей, этот человек часто выдает желаемое за действительное. И об этом нельзя забывать. Особенно нам, гражданам Украины, пострадавшим от агрессивных действий Владимира Путина и узнавших на себе цену этих братских отношений. Следим за всем, что происходит на Донбассе и в Крыму. Вы подпишитесь на телеканал «Дом», который выходит из Киева. У нас есть корпункты и на Донбассе. Подпишитесь на нас, чтобы ничего не пропустить. До свидания.